Справка об обращении за защитой в Украине Такую справку можно продлевать в действии, ее можно пользоваться до фактического момента приобретением человека статуса беженца или статуса лица с дополнительной защитой в Украине. Часто путают и приписывают этой справке характеристики или особенности, а также юридическую силу, которых она вовсе не имеет. Например, то, что эта справка дает право подать документы на гражданство Украины, оформить вид на жительство в Украине, как временный, так и постоянный, заграничный паспорт Украины. На самом деле этот документ только легализирует человека в стране, ее наличие еще не означает приобретение какого-то статуса. Такая справка выдается территориальными подразделениями миграционной службы, в структуре которых действуют отделы по работе с беженцами. Решение о выдаче человеку справки принимается на протяжении одного рабочего дня с момента обращения человеком за предъявлением статуса беженца или лица с дополнительной защитой в Украине. Получить такую справку можно лично, либо через законного представителя. Если человек не владеет государственным языком, приглашается дипломированный переводчик. После проведенного собеседования или опроса, уполномоченное лицо составляет вывод по поводу выдачи человека данной справки. В 2020 году был предложен законопроект касательно внесения новшеств в нормативно-правовую базу по вопросу предоставления права подачи документов на принятие гражданства Украины лицами с дополнительной защитой в Украине. Но изменения были отвергнуты на этапах их рассмотрения. Для того, чтобы проще получить статус беженца и справку с дополнительной защитой, обращайтесь к юристам нашей компании. Мы с радостью вам поможем. Продолжение следует...